и снова здравствуйте всем привет и так значит сцена 4 что будет происходить дальше прежде чем двигаться в диалоге вот эти длинные анимации да нужно понять вот этот кусок который был сделан как он выглядит что для этого нужно для этого нужно вот все наши сцены которые есть мы переходим в значит вид с камеры и все что где у нас снимает камера вот это все мы дело записываем записываем каким образом значит я как делаю я все вот это уменьшаю значит ты английская закрывая ненужные окна как можно больше делают это окно можно даже закрыть эту боковую панельку и вот у нас такая вот такое окошко я использую вот эту вот программу для записи выделяют этот значит размер экрана и просто пишу на значит отключив видимость всех костей я пишу просто на просмотре вот на таком действии и вот все что как она идет я это все делал записываю так надеюсь это все понятно почему я не делаю рендеры потому что если я буду делать в начале работы постоянно рендеры я просто убью свой ноут и не дойду до какой-то стадии именно готовности какого-то значит сюжета или какой-то анимации так этот самый способ самый лучший значит что выбираем цвет какой-нибудь давайте не желтый пусть будет красный и значит где тут у нас рисунок ну пусть у тебя бы выбираем вот этот значит окошки я на тут рисовал к не то выбрал давно и не рисовал это окошко значит выбираем и с этого окошка мы значит все это дело пишем так и что у нас должно получиться получится у нас должна вот такая вот папка и так получается у нас вот такая папка вот с такими сюжетами так смотрим и на этом значит сюжете мы можем понять насколько очень быстро все движется значит на этом кадре на этом файле желательно камеру замедлить потому что и добавить камере больше значит кадров почему потому что она вы видите идет резко не плавно потому что там всего лишь где-то шесть кадров и которые вот это резко переключаются так получается у нас вот такая сцена вроде бы по движению все нормально все зашибись но при монтаже когда мы все собираем эти кусочки где-то что-то обрезаем где-то ненужное вот персонаж долго стоит вы видите мы стану оставляем только динамику раз вот пошла динамика и пока камера движется по динамике она должна переходить в следующий кадр словом мы это все дело собираем и монтируем монтируем у нас получается итоговый такой вариант 1 2 3 ну смотрим да так здесь мы видим что первый кадр у нас очень быстрый орел пролетает быстро надо замедлить значит орла и замедлить камеру и делать камере больше повторюсь покадровок чтобы камера двигалась мягче так это понятно набросок прошел ну в принципе неплохо вот разворот и все это дело хорошо идет просто нужно чуть-чуть это будет дело доработать смотрим дальше как прошел монтаж где какое событие можно выкинуть вот тут это событие вы видите персонаж долго стоит вот этого делать нельзя значит этот кадр должен закончиться где-то вот здесь раз даже не переключаясь одетом в таком варианте и перейти на другой кадр значит этот кусок он остается как базовый да его можно просто ликвидировать но мы его оставляем для того чтобы у нас когда будет рендер ну плавненько это дело как бы снизошло на нет да так смотрим дальше что получается значит долго стоит персонаж туда-сюда и все нормально в принципе все хорошо не хватает каких-то вкус кустов там не знаете как кактусов да ну простительности это все добавится здесь вот тоже вы видите долго стоит персонаж вот закончить можно где-то на подлете допустим вот раз переход но раз он стоит спиной лучше переделать это дело чтобы он стоял к нам вот так вот лицом и как бы взять и просто мягко на него уйти в бок и приблизиться запоминаем можно даже записывать если уже ну как вот смотрите как какие-то моменты и для себя помечайте там допустим такая секунда такая минута здесь обрезать там переделать камеру ну чтоб вы знали если что вот вы видите что сейчас произошел резкий переход почему резкий переход перешел от значит песка фон об с небом здесь лучше сделать отдельный кадр и отрендерить его и он как бы по скале поднимается и мягенько дойдет до неба так тоже запоминаем так дальше у нас вот вот можно вот этот кусок использовать туда-сюда подставить короче с этих кусочков можно собирать прям неплохой мультфильм но вот осел едет в принципе скорость меня его устраивает для мультфильма скорость нормальная можно чуть-чуть конечно замедлить этот момент но это можно уже когда будет много еще раз повторюсь много прописано кадров камеры она будет снимать это все мягче и когда она будет мягче снимать ее в любом редакторе можно значит замедлить или ускорить это вообще не проблема так погнали дальше все персонаж ушел и вы видите что уходит персонаж с динамикой и выходит с динамикой и нету рывка если бы он стоял а потом опять начал двигаться это было глупо так вот едет у нас персонаж смотрите в чем вся фишка еще да я сделал до него акцент вот он проходит значит этот момент принципе его достаточно но я также сделал еще один кадр добавочный где он проходит с другого рендера где они должны встретиться получается это два кадра два разных это файла но плюс-минус с одной анимации ну с приблизительной да и вот диалог здесь я значит решил использовать восьмерку один из самых эффективных и широко используемых методов съемки диалога или моментов когда нужно показать как один персонаж смотрит на другого иногда персонажи находится очень близко друг другу а иногда на большом расстоянии планы снятые с обратных точек поочередно сменяют друг друга и могут комбинироваться с верхними и нижними ракурсами зависимости от угла высоты расположения камера также от расположения персонажей получается когда у нас говорит допустим капитан мы камеру ставим за круза когда говорит круза мы ставим камеру за капитана ну вот тут все понятно все вроде бы лошадь отходит все персонаж что-то объясняет и было бы скучно если бы он просто сидел все теперь мы это дело уже посмотрели смонтировали предварительный просмотр и у нас значит теперь конкретно уже понятно то первом файле замедлить в четвертом файле значит убрать кусок с продвижением значит кареты только сделать акцент на встречу значит на поездку нашего персонажа в сторону вот этой полоски да и с пятого шестого кадра взять проход полоски потому что там скорость принципе нормально все устраивает все это понятно теперь насчет значит у нас получается диалога в диалоге присутствует значит 444 короче предложение говорит этот персонаж и где-то три предложения 2 говорит наш главный герой и значит на вот эти три приложения можно оставить одну анимацию но продлить и сейчас я это дело покажу уже в файле или сделать допустим вот он раз показывает куда-то потом он меняет положение ног и наклонившись допустим к персонажу уже у них идет беседа там уже можно оставить просто легкую жестикуляцию какие-то там движения плечами ну и движение головой там какие-то незначительные значит анимации которые сэкономят время если вы сейчас будете делать допустим конкретно он там встает там что-то дергает это конечно будет красивее но это займет очень много времени ну вот пока такой результат работаем над сценой 4 посмотрим сейчас как это дело все заиграет и чуть-чуть это все дело добавим я потом добавлю к этому файлу там замедлю там прибавлю и потом все это дело по новой смонтирую и посмотрим что получится уже будет файл значит с предварительным значит как бы вариантом да с просмотром и так сначала давайте разберемся с файлом где у нас вот этот персонаж разговаривает вот этот вот так этот персонаж у нас имеет 250 кадров и смотрите если мы будем использовать восьмерку то у нас получается персонаж пускай там губами шевелить там еще что-то где-то он замер там еще что-то мы можем просто ему движение корпуса сделать ну как будто он на осле так болтыхается и все главное сейчас нам сделать разговор вот этому мужику и где-то варианта хотя бы два еще добавить вот к этому так вот моим как ведется этот мужик поближе я вам поставлю так он сидит тот внимание значит на главного героя здесь мы затянем тут передвинем подальше вот этот разговор и значит вот он раз да нет и парень там проскочил не в ту сторону поехал и видите здесь он замирает смотрим на каком кадре он тут остановился где-то 132 до принципе он губами нормально водит под эти губы простая такая движуха открыл закрыл да можно уже неплохой текст значит прочитать если еще будет где-то не попадать пару поставить задержек сейчас все это дело я покажу как делать так файл open открываем don't save и находим хорошо вот эта функция сбоку очень экономит время лазить не знаю насколько она еще может тут расширяться так разговор повозка вот она нужен разговор смотрим у него анимация заканчивается на 108 кадре мы не поленимся и сделаем всю эту раскадровку где-то кадров на 200 чтобы у нас была возможность до прописывать камеру под несколько разных анимаций ну чтоб все это было в одной анимации чтоб не делать допустим каждую фразу в разном файле это было бы глупо и поэтому мы это все дело сейчас делаем каким образом так у нас сначала говорит персонаж мы его запишем отдельным файлом нам нужен вот этот персонаж который будет болтать так и что мы можем сделать значит тут вот он отболтал туда-сюда и руку ползал назад раз добавляем ему сюда заходим по смотри добавляем ему что анимацию разговора так это что у нас открыл закрыл открыл закрыл закрыл вот мы это делая английская а смотрим где он тут болтает английская а нам не поможет нам нужны только вот это одна косточка и выберем вот момент вот этого разговора так здесь у на и ты там проскочил все это дело понятно теперь что нужно сделать как бы его ну в одной позе тоже не интересно да давайте тройка на нам поди и джи он снимает ногу потом эту ногу тоже этом перекручивает это где-то будет на отдельном кадре так давайте вот раз джи тоже 2 теперь что он делает этот персонаж значит теперь джи значит берет наши вот эти поводья выравнивается alt g alt r те кости которые мы двигали запоминайте сразу альт g alt r и допустим какие-нибудь альт g alt r так и вот эту тазу альт g alt r все он стал нормальным так будет нам удобнее даже джи мы его сажаем так теперь вот это альт g alt r перекручивается эта рука у него уходит джи опять же на поводья и альт g alt r тоже перегибается и здесь значит он возьмет поводья до ключица что-то у него подскочила так здесь он плечи расслабляет тут тоже можно еще расслабить значит голова семерка ну нехорошо если он будет разговаривать с персонажем да и допустим что он может еще сделать он может и наклониться вперед так наклониться вперед локоть перевести вот в такое положение так перекрутить так вот эту на кость семерка на нампаде значит корпус сторону нашего персонажа чуть-чуть вот так вот сделать так теперь что он там делает r r смотрим внимательно за руками потому что руки тоже будут у нас значит в анимации потом это все опять же будет шлифоваться нам пока нужен блокинг вот мы блокинг сейчас раскидаем и значит какая штука джи джи таз немного передвигается так и чуть-чуть усаживается так g тоже можно немножко укрутить немножко перекрутить нашу голову и смотрим опять же в сторону персонажа вот так так рука лежит на этой штуке ну пропишем а и все вроде бы есть у нас такая анимация так джи мы ее переводим на 150 так здесь у нас вы видите что будет неинтересный переход вот он во первых он быстро и мы еще отведем на 160 кадр и чтобы как сказать сэкономить время мы просто попробуем найти более менее нормальный значит кадр вот этот будет это будет 129 шеф д мы его подведем не близко но где-то расстояние вот 155 десяточку вот видите да уже нормально все это дело передвигает но в этом моменте вот когда он ногу значит снимает этот вот как вот раз у него здесь рука еще должна тоже подвигаться g как раз ну и чтобы создать какое-то движение просто подсогнем пальцы тогда это будет смотреться очень нормально раз там типа жалом эти пальцы так не найду я этот палец вот он так g обязательно все это дело ложим ну и чуть-чуть тут если акцент делать не будем на руку на руку будет делаться акцент в основном когда он будет брать там пистолет какой-то или какой-то предмет прописываю значит тут это дело можно вот так выбрать и английская так здесь мы опять же мучаем только руку чуть-чуть чуть-чуть я приподнимаем и просто пропишем и все вот здесь у меня мягко ложит там можно еще пальцами подвигать и вот у нас получился переход минимум движений за счет того что мы взяли более-менее похоже значит кадр видите и и сделали ему возвратку вот так так это будет еще один диалог так здесь ему нужно добавить опять же так ну сильно рот можно не открывать и потом передвигаем быстро близко закрытие рта не делаем потому что но он быстро разговаривать не должен это получается 155 этот 157 это будет близкого то там и это дело хоп отдаляем хотя бы ну на 5 до вот держим расстояние 5 кадров так здесь он значит открывает здесь он закрывает значит здесь он должен на 146 и тоже закрыть потом делаем сто тридцать седьмой и открывает ну и тут тоже закрывает так и получается мы можем только писать его диалоги а потом отдельно сделаем диалоги нашего персонажа так так здесь что у него получается здесь у него получается что немножко значит джей плечо уходит увеличивается тоже можно прописать добавить какие-то моменты так это значит что он тут проболтал да это будет мало это максимум сказал давайте посмотрим это значит этот 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 от с этого момента и здесь ему сделаем задержку вот здесь пропишем английская а и вы видите что я прописал отдельные кости если мы выберем какую-то кость чтобы их было поменьше ну чтоб можно было выбирать если все выбирать полностью здесь будет уйма кадров и потом если вы будете прописывать что-то можно какой-то кадр не тот затянуть ну а так если вы выбрали эту кость это только ее анимации если это кость только ее анимации и так далее так 200 даже маловато давайте 300 сделаем так и получается вот с этого момента когда он вот сел поболтал ты мимо там где-то проехал так есть такое дело здесь вот это все когда он говорит ты мимо проехал когда он будет садиться в позу чтобы полностью тут не шлифовать можно будет сделать какой значит ну разворот вот допустим в раз вот на этом кадре он как от болтал а вот там ты не там проехал и потом ложит руку и потом камера перекручивается и здесь он там меняет позу и что-то там ему опять болтает да вот здесь уже можно добавить и прописка рот открытый здесь значит первый кадр обязательно должен быть закрытый и потом идет такая задержка там можно добавить движение губами да смотрим чтобы рот закрывался опять же и и вот это все три кадра шиф д шиф д шиф д это будет только его болтовня так и смотрим ну чуть-чуть конечно не интересно да болтает да болтает значит где-то что-то джи перетянем где-то джи растянем и смотрим что получается так где-то сделаем задержку так джи между словами допустим вот рот закрытый шиф д добавим все здесь он раз замолчал сказал пару фраз и опять у него молчок так и когда он видите здесь у него затухает то здесь получается он что может сказать привет и писец значит нам нужно тут еще шиф д шиф д побольше сделать этих раскадровок потом можно взять вот эту всю стопку и шиф д еще значит ее продлить тогда у нас правильно если анимации у нас выходит по 600 кадров то придерживаемся 600 кадров думаю вот этого будет нормальным так 600 600 600 потом вот когда он садится вот он сел да здесь у него уже видите что рука не знает что и такая делать она тут уже и не имеет значит анимации значит мы ее просто с глаз долой и подтянем потом сюда ремешок или допустим значит шлифовка будет потом так выбираем какие-то кости так теперь главные косточки значит берем пальцы чуть-чуть все это дело вперед сводим и потом ему сюда добавим значит в руку вставим вот этот повод поводок на руку акцент делаться не будет поэтому какие-то моменты если вы не будете акценты акцент на них делать то можно в принципе и меньше с ними работать но главное чтобы все это дело красиво смотрелось прописываю значит а и прописка прошла рука лежит ракурс вот опять же ракурс видите он уже не туда будет смотреть значит семерка на нампаде сделаем ему r вот так вот и и перепишем одну косточку так и все вот здесь он динамикой вот он с динамикой там что-то болтает а здесь у него только работает рот что он может сделать значит он может болтать болтать и значит как-то больше наклониться а ну-ка задницу передвинуть и значит как бы больше наклониться к персонажу чуть-чуть значит на него вот так вот акцентрироваться и значит R чуть-чуть, ну не знаю лицо, смотря с какой, не будет видно лицо, если что подвинем шапку. Прописываем A и добавляем анимацию, все здесь, он видите, у него уже появилась динамика и что он может сделать. Вот здесь он раз на него, ему что-то говорит и значит G, сделаем R, лохоть значит припустим. Рука перекручивается G, подводится к нашей кепе и прописку делаем A и прописка, но рука вот теперь у нас запала, это мы поправляем A и переписываем, смотрим с разных ракурсов, главное чтобы он, повторюсь, красиво смотрелся. Ну как, вот раз, видите, что здесь он по Берекаму поднимет значит нашу вот эту руку, так вот эта рука значит G будет двигаться, так сейчас вот этот еще выберем, так G будет двигаться чуть-чуть медленней, так, а это тогда G вот так чуть-чуть побыстрее, вот уже получше стало раз, пошла рука, а это косточка отдельно, все нормально, так здесь он значит поправляет шляпу, ну чтоб видеть его, да, может взять шляпу именно рукой, ну там нужно будет шипкие делать, давайте пока по-простому, чтобы понять, что да как. Так, раз, вот он поднимает, видите, смотрите, когда он что-то поднимает долгое время, это 200 кадр, 350, это он поднимает, значит, руку, 50, 100, ну 140 кадров, 140 кадров, рука у него идет, сколько секунд? Так, это 4, 4 и тут 2, ну 10 секунд, считаем. Ну, я думаю, нормально, единственное, что можно, ну да, чуть-чуть, ну чуть-чуть уменьшить там до 5 секунд, 5 секунд это раз, два, три, четыре, пять, ну я думаю, в принципе, нормально. Так, смотрим, раз, включаем, болтает, болтает, медленно, видите, рука поднимается медленно, значит, мы ее G доводим до 3 секунд. Так, тогда вот эту тоже доводим чуть пораньше. Так, и здесь он, значит, ее приподнимает, 310 кадр, но у нас вот ключица осталась на другом месте, это G. Поправляем и ключицу. Так, здесь у нас, значит, G. Рука приподнимает ее. Вот даже перепишем, смотрите, вот раз. Вот так он возьмет, значит, шляпу, раз пальцы у него так сжаты под шапку. Так, вот спереди он ее возьмет. А, и прописка. И теперь, значит, что у нас получается. Так, а этот кадр G, что он значит? Так, раз. Вот. Мы его должны переписать, увести руку чуть вперед. Вот так вот. Прописка. Так, и вот у него здесь появился ненужный кадр. Так, выбираем этот кадр. Это кадр какой? Английская A. Вот этот кадр Delete. И вот этот кадр Delete. Тут их три. Так, вот. Уже мягче. Так, получается, теперь шапка должна подняться. Это значит 290, ну пусть 300 и десяточку 15. Ну давайте десяточку накинем. 10 кадров. Придерживаемся 5-10 кадров. А там уже, значит, в зависимости, да? Так, чуть-чуть он её приподнимает. И прописка. Делаем только руку. И, значит, какой момент. Вот эти два кадра выбираем и делаем Shift-D. Перетягиваем за эти кадры и зеркалим Mirror by Time и G. Отводим ещё сюда. Так, всё. Здесь он её приподнял. Руку так вот. Раз. Здесь мы чуть-чуть поправим. G. Руку уведём. Перекрутим. Нагнём. И G. Где-то вот сюда её перед фейсом лица перетянем. И. Вот, переделали один кадр. Смотрим. Здесь шапку отрегулируем. Здесь он поднял. Здесь чуть-чуть и отведём G. А. И пропишем тоже. Ну, чтобы вот эта динамика, смотрите. Конечно, можно, чтобы он просто её поднимал. А тут вот. У него движение такое получается. Смотрите. Раз он поднимает. Оп. Вот она. Уже как бы естественнее. И, оп, вперёд её толкает. Так, здесь шляпу подгоним. И он её откроет и будет с этим персонажем болтать. Так, теперь смотрим полностью вот эту анимацию и уже думаем. Так, теперь что нужно добавить? Тенденден. Всё, он тут разговаривает, разговаривает. И нужно ему добавить какие-то анимации, да? Что можно ему добавить? За исключением рта. Отключаем ему рот. И делаем Ctrl-I. Выбираем все косточки. Так, здесь вот нет у нас анимации. Смотрим, что нам может подойти. Когда он будет уезжать, он может шапку вернуть назад. Правильно? Так, делаем Ctrl-I. И, получается, мы выбираем вот эти наши, значит, кадры. Смотрим вот так, что тут. Ну, давайте вот это, ну-ка, это кто у нас. Все выбираем. Ну, чтобы сэкономить время, опять же, да? Делаем Shift-D. Отводим их, как бы, назад. И, опять же, Mirror by Time G зеркалим. Так, тут у нас, получается, задержка. Вот, видите. Так, мы еще, значит, G можем это дело передвинуть. Ну, типа, он слушает. Даже можем, смотрите, мы этот момент можем сделать побольше, когда он слушает, да? И этот момент просто вставлять, значит, где-то в мульфин между кадрами. Вот, смотрите, теперь он голову, пускай, опустит. Так, и прописка. Так. Рука вот у него задействована. Оп. Ну, когда он руку опускает, у него должна тело тоже передвинуться. И ключица припустится. А, и прописка. Поверх тех кадров меняем по боку. Вот, смотрите. Есть у нас вот два кадра. Нам нужно поменять какой-то. Мы можем рядом просто делать. Все равно желательно, чтобы они все были прописаны. И это все пропишется потом, и будет все зашибись. Без разницы, куда вы тут поставили. Смотрите, просто, чтобы это вот на прокрутке более-менее нормально выглядело. Не так быстро там, или еще как-то. Так, смотрим. Ставим 800 кадров. Для длинного диалога, я думаю, ну, самое то. 814. Так, и смотрим, что он. Смотрите, где он выпрямляется. Видите, выпрямляется он очень резко. Такого быть не может. Значит, так, мы это дело все выбираем. И G. Английское отводим подальше. Ну, где-то на сотый кадр. Во, мягче он так. Он же спал. Но он должен как-то мягче проснуться. Так, что у него получается тут с откидом руки? Так, тут нормально. Так. И получается, что вот этот кадр... Где он руку поднимает, да? Так, вот он. Раз. Больше нам не понадобится. Значит, мы находим, где эта раскадровка. Она у нас... Она у нас... Вот она. Так, мы ее, значит, дэвид удаляем. И смотрим, что получилось. Так, здесь добавим перекрутку головы. Так, здесь добавим перекрутку головы. Где-то должен быть еще. Здесь уже дописываем, значит, R и прописка. Р, открываем рот и прописка. Тут тоже R закрываем. Ну, чтобы прикольнее было, да? Если вы не добавляете какие-то моменты, это можно шибкими сделать. Там, бровями подвигать. Там, ну, динамичное лицо сделать будет очень прикольно. Это я тоже показывал. Ну, еще раз потом покажу, когда буду вот это доделывать. Или давайте в этом же ролике. А по тому персонажу уже будет понятно, что тот персонаж будет подделываться в том файле под этого персонажа. Так, ну, где-то 814D. И он должен сесть и уехать. Правильно? Так. Получается, где он у нас сидит. Так, вот он сидит. Ну, руку пускай он туда уже не ставит. А ну-ка, английская А. Просто рукой подвигает и на этом будет. А ну-ка. Так, вот эту тоже удалим. А эту руку тогда подпишем R. G. Под нашу анимацию под поводья. Вот, просто, чтобы сидел там, что-то двигался. Ну, когда-то там руку положил, допустим, да? Так, это получается, вот эту руку он ложит. Это все дело мы удаляем. Так, и тогда G. Здесь он чуть-чуть приподнимает поводья, подсунем ему, да? Так, G. Поводья тоже здесь он двумя руками берет. Семерка на нампаде выравнивается и, в принципе, пусть уёживает. Вот, видите, близковато. Значит, вот эту, где он руку ложит. Все, пока, мол, да? Вот, дергание появилось, вот это. Чтобы его не было, мы возьмем вот этот кадр. Так, какой? Вот этот. Shift D. Перетянем его на крайнюю полосу. Расстояние сделаем, чтобы это мягче было. Так, последний кадр тогда удалим. И тогда вот этот первый кадр. Второй, Shift D, сдублируем к этому кадру. Все тут мягенько, но только пусть он теперь не сгибается, а едет. Все, он выспался. Хватит ему тут уже скучать. Так, G, может даже ногой чуть пошевелить. Ну, создаем просто трепыхание. Так, а ну-ка, R. А, и прописка. Смотрим, что у нас получилось. Удаляем кадры, как они, как получились. Delete. Так, голова будет поворачиваться чуть позже тела. Ну, как бы в знак уважения. О, все, доводочка. В принципе, пойдет. Когда ставим 920 кадров. Так, и желательно, когда теперь будет прописка, значит, всей вот этой анимации, чтобы у нас были хотя бы побольше заполнены вот эти вот отсутствующие кадры. Вот, видите, тут они есть. Где-то добавить, где-то убавить. Вот здесь вот пролет большой. Значит, что делаем? Так, чтобы мягче все это дело было. О, тут два кадра. А ну-ка, раз. Один кадр, джи, передвинем поближе. Вот, задержка, и мягенько он как раз. Так, и здесь вот начинает болтать. Не давая ему там высказаться, да? Тоже печальная история. Так, а если мы будем отсюда смотреть? Так, все, здесь его разговор туда-сюда. Все, вот, вот этот момент берем. Задержки, где он сидит. Шляпу поправляет, да? Можно ее до конца не показывать, там, вот так вот смонтировать, там, где-то руку приподнял, там, еще что-то. Но это можно разобраться и потом еще тут посидеть, пошлифовать уже после следующей съемки. Так, что у нас получается здесь? Насколько длинный тут разговор? Разговор. Так, короткий. О, типа он прощается, я с вами, типа, прощаюсь, до свидания. И вот этот разговор делаем в Shift D. Ну, прям в эту анимацию вписываем. Бац! Так, здесь можно его чуть ускорить. А ну-ка, раз. Так, это вот здесь тоже, да? Английская S и... Опа! Уплотняем. Ва-в-ав, ва-в-ав, о, вот так получается. Так, и что теперь получится должно, да? за исключением вот этой косточки control и смотрим тут анимация у нас вообще вот тогда давайте и ускорим да это 716 кадр с уменьшим 850 но пока так так нужно все это дело потестить посмотреть насколько это будет адекватно да и сохраняем это все дело сейф так теперь заходим open находим что мы находим герой запада и смотрим а по ремешки сейчас подтянуть на будет там что-то сделать так вот на каком кадре так раз нужно тоже будет переписать скольжение на найти туда сидушки вот смотрим раз на принципе тоже прикольно получается раз как будто он здесь быстро получается надо будет поработать с этим делом смотрим дальше так пробел как у нас тут все работает персонаж в принципе нормально болтыхается все там головой вводит слушает его брум-брум нужно приподнять ему тут еще шапку так вот так вот так вот будет вестись съемка вот вот так вот так теперь выбираем кости нашего главного персонажа вот этого и вот эти все трепыхания все трепыхания вот всю покадровку так а ну вот она вот с этого седьмого кадра делаем shift d и делаем delete заходим в post mode английская а выбираем все кадры и потом только выбираем shift d так что у нас получается бум-бум-бум-бум-бум-бум он тут болтает разговаривает и получается что с трехсотого кадра оп нам нужно ударить вот этот момент где он жестикулирует или лучше давайте все это дело от зеркалим опа от зеркалим опа от зеркалим опа от зилke от зверя от зеркалим п hunger от зеркалим опа Так, вот он повернулся, да не туда, да? Значит, здесь выбираем, где он смоет на него. Так, а ну-ка. Так, здесь голову удаляем, так вот это тоже удаляем. И прописываем только голову, так раз. Ну, можно тут еще какие-то мотыляния добавить, но это уже потом под его разговор будет, да? Так. 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 Так, ну в принципе тут все получше. Так, что еще у нас есть? Прописка будет полная. Потом у нас получается вот где он сейчас рукой будет показывать ему. Сейчас вот раз. Вот. Пускай он тут развернется. А ну-ка, семерка на нампаде. Так. Поправим, значит, где у него тут локти. Так, G. Опа-на. Так. Что-то не заладилось. Значит, будет поворачивать он корпусом. А ну-ка. Вот туда. Так. Семерка на нампаде. А ну-ка, R. Так, 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 так и, оп. Руку, значит, перетянем. Опа. Так, и голову семерка на нампаде. Так, опа. Ну, типа поглядел. На том и будет, да? Прописка. Что у нас тут получается дальше? Так. Мягкий поворот. Английская A. Shift D. И вот этот сюда. Опа-папу. Браво. В baribro. Не покидай. Так. Найорный аморный аморный аморный. В barb1 тут. Мягкий поворот. Ну, я думал. Я предложил на твое поклонение. Хорошо. так тут он его слушает все зашибись а разговор ему добавим уже вот этому персонажу главному герою добавим в другом кадре здесь он просто пусть на осле там трепыхается смотрит что-то ну-ка как это будет сзади смоется с этой стороны если он будет разговаривать все то сюда этот на лошадь отъезжает этот был бы вы видите тут он уже замер значит мы отсюда его подрегулируем r просто какие-то кости по подвигаем так это g так а так control z control z так и вот этот выбираем косточки делаем с растягиваться в медленней повернулся а ну-ка так выберем вот этот сюжет и чуть-чуть оттянем так шапка смотрите мы же как я разворачивал это зеркалил анимацию и получается что шапка вот это у нас тут под руку сделано ищем этот момент а вот видите дэвид ну в принципе прикольно так и можно добавить еще значит какие кадры так вот она шапка у нас все мы ее почистили она теперь не будет прыгать все нормально так так вот нужно еще хомут поправить на дальнейших на длинных утрях и дописать лошади что-то тут еще так можно так вот показывать вот анимацию вот отсюда и нужно дописать анимацию ослу значит чтобы ослу дописать выбираем значит ну пусть тут будет тоже 700 до английская а середину какую-то возьмем шифт д добавим анимации 800 или 4 кадра 840 ставим так ну вот в принципе уже чё тут дебаты идут о как он поднялся надо его чуть припустить двести семьдесят шестой двести семьдесят шестой до восемьсот двадцать два все запомнили так ну такой вот значит такая вот штука теперь нужно поправить вот этот значит поводок в другом файле да бы как поправить хомут вот эта штука тоже ну и в принципе потом добавить вот этому движение ртом и уже снимать вот эти вот ракурсы что получится значит я выложу уже это отдельно чтобы можно было монтаж предварительный посмотрите а потом уже возможно опять персонаж поболтает ну здесь можно в этих файлах взять где он уезжает таким образом давайте посмотрим вот этот файл мы сохраняем это седьмой долгий разговор это значит сейф так и теперь мы берем какой момент что мы просто выходим на первый кадр вот сюда так теперь обжиг нот выбираем нашего вот этого персонажа значит фермера так это его подальше отодвигаем вот а это не на этом файле это здесь они просто стоят пардонки файл значит файл open где они будут встречаться да это получается 7 это получается 6 разговор значит 5 так у здесь у них идет встречи да вот раз 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 но мы эту встречу обыграем выберем значит нашего вот этого персонажа на коне уведем его подальше как чуть-чуть перекрутим так здесь чуть-чуть приподнимем а ну-ка а ну-ка чуть-чуть тоже перекрутим и и чуть-чуть значит уведем назад вот сюда так так здесь мы попадаем на бугор печальная история так раз перекрутим коняшку нашего фермера нашего фермера так это он что-то опять глубоко так семерка на нампаде небо уберем и тут они будут раз чуть поровнее надо будет поставить вот так вот так вроде бы нормально и значит здесь наш персонаж разъезжается с нашим значит фермером это будем снимать так вот с этого момента тогда нашего фермера нужно подвинуть вот так вот чтобы они здесь как бы углом стояли вот так и фермер находит значит на нашу камеру а персонаж уезжает и можно значит здесь уже как бы об перекрыть нашего персонажа да о и фермер едет на нас на встречу ну чтоб не снимать что лошадь там провалилась да ну можно лошадь эту всю переписать так вот как раз здесь будет и английская так здесь вроде бы нормально 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 так вот с этого момента так это джи персонажа чуть подальше а то под колеса попадет ну он с горы идет все правильно значит он уменьшается и как бы значит камера вот так вот пройдет и значит вот раз он проезжает уезжает в бок а персонаж должен появиться сзади вот там вот и персонаж на что нет очень тонеть так так колеса в песок так ну опять же вот лошадь тут же опять же гора вот это шиздец выбраны значит правильно ландшафт так вот эту выбираем так вот эту выбираем перекручиваем выше поднимаем прописываем и так тут вроде бы все нормально 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 вроде бы в гору в гору в гору и значит р прописываем и чтобы персонаж видно что он на гору идет да так 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 а вот здесь мне уже не нравится это по моему придется нам сейчас мне придется не нам а мне эту штуку подгонять а ну-ка как мы вроде бы нормально а ну-ка не утопает он там да нет не так особо то так а здесь что у нас это здесь наш осел уже тонет так ну дальше наверно мне надо а ну-ка ну вроде бы нормально а ну-ка обжиг мод и уходит значит наш персонаж в этот самый как его в кураж да так вот одна коллекция это кто там это осел 2 коллекция вот на камеру удалить ненужная да так как камера это у кого стоит я вот не помню я шарла не удалял а это наша гора коллекция потом у нас все еще и осел все правильно так и тут еще можно орла добавить все он или уезжает включить вот этот раз фон что у нас тут получается 0 на нампаде камера shift f и у здесь вот снять пролёт нашего орла так что у нас опять с камерой тысяча здесь ставим четыре тысячи мало девять тысяч что такое а а прикольные тучи так что то тут теперь небо вообще не видно а это слишком низко да так что то тут теперь небо вообще не видно это слишком низко да так так а если ноль на нампаде shift f g s и и и и и и они и и и så и и и и tengo и и и и и Ну, пойдёт. Если что, подправим. Так, всё, вот он персонаж уезжает. Всё вроде бы хорошо. Задерживать не будем. Можно показать, что он прям вот так вот скроется за поворот. Вот таким вот образом. Так, сохраняем файл save as. Это будет, значит, восьмая сцена 8. Так. Уезжает в город. Всё. Следующие сцены будут уже, значит, локация в городе. А эти я уже подгоню и предварительный просмотр. Ну, а шлифовать буду уже определённый кусок потом. Если уже там, ну, глаза, моргания добавлять. Эта песня очень долгая. Так что пока вот таким вот образом. Если кому-то интересно, значит, то, что я вот это вот показываю, вы, пожалуйста, ставьте лайки. Хотя бы, чтобы я знал, что просмотры идут. Потому что YouTube там что-то вообще, ну, такое вытворяет. Мама, не горюй. Там чёрт ногу сломит. Вроде бы есть, значит, сообщение, а вроде бы его нет. Но я захожу, его нет. А в оповещении где вот, там он есть. Я на него отвечаю, а его нету. И вопрос, куда я ответил, кому ответил, был ли этот мальчик. Так. Ну, такая вот ситуация. Субтитры сделал DimaTorzok